1, 2, 3 Здравствуйте! Вот мы опять встретились с вами. Меня зовут Елена. Меня зовут Наташа. И мы очень рады вас приветствовать из заснеженного города Виннипега, Канада. Да. Таиса Афина. Наташа Прогнатик. А, нет, я не Таиса Афина, я Мисс Таис. Вот ты и прополослась! Вот ты исполилась! На фейсбуке вы всегда мне можете найти Таиса Афинская. Так что, мои хорошие. И Мисс Таис, еще раз. И Наташа Прогнатик. Да, будем знакомы, если кто-то в первый раз вдруг заглянул к нам. А вообще, тема такая нашего видео. Я думаю, вам будет очень интересно, какими ароматами мы забыли пользоваться. Отшибло, знаете ли, память. Да, они у нас есть, мы их любим, но почему-то мы редко не пользуемся. Ну, так получилось. Да. В некоторых случаях это потому, что много появляется новых ароматов, которые интересны, хочется что-то новенькое с вами попробовать. А в других это банально глубоко в шкаф задвинутый флакон. Его не видно. А еще бывает такое, что, например, искал-искал этот аромат, да, нашел, и ты хочешь, чтобы он с тобой был как можно дольше, и, может быть, очень редко им пользуешься. Еще и такая причина бывает. И жаденый. Да, и жаденый. И знаешь, что ты его купить, наверное, вряд ли сможешь еще. Начну я, пожалуй, с аромата, которым я не пользовалась очень давно, но именно этот аромат познакомил меня с нотой туберозы. Это был первый аромат, в котором я услышала ноту туберозы. Купила я совершенно случайно в Винерсе, в Америке. И понюхала и влюбилась. Я до этого никогда эту ноту не слышала. Как он называется? Это, извините, это у нас Woman от Ralph Lauren. Ralph Lauren? Да. Я, кстати, не знакома с этим ароматом. И это цветочный туберозно-жасминовый аромат. Вот на нем с тех пор я, конечно же, приобрела и другие туберозные ароматы. А этот как-то отставила в стороночку. А зря. Потому что для люксового аромата у него действительно интересное звучание. Я к тебе его передумала. Спасибо. Вот, понюхай. Он такой мягкий. Я здесь больше даже слышу. Вы знаете, это совершенная весна. Если вот те вот ароматы, которые я у тебя нюхала, туберозные, они достаточно были такие, ну... Они такие... Они такие... Макшиные, макшиные. Макшиные, да. Там туберозы такие. А это мне нравится. А здесь больше жасмина. Да-да-да. И он безумно женственный. Вы знаете, я думаю, для зимы... Для зимы он будет великолепен. Просто великолепен. Мне очень нравится. Это охапка белых таких цветов. Да-да-да. Здесь тубероза на подпевках. Но я и все равно услышала. Он очень свежий. Очень приятный. Он даже, знаете, вот на морозе будет хорошо. И на весну, если вот вы захотите воспользоваться, он будет по-разному звучать. Он чудесно садится на коже. Он очень красивый шлейф. Я, кстати, Наташа мечтала вот о подобном аромате. Да? Да. У меня нет ничего похожего. Теперь я знаю, что тебя отлить. Очень-очень прекрасный. Такой прекрасный. Хороший. Он хороший. Да, располагающий. И он безумно женственный. И какая-то нотка сладости в нем ощущается. Тубероза это вот как роза и тубероза, кстати, наверное, являются одними из самых сексуальных ароматов. Насколько я слышала. Ну, тубероза... Да, и оба, и обе ноты очень такие... Бывают очень сложными для восприятия. Далеко не все любят розы, далеко не все любят туберозу. Ну, вот насколько я знаю, да. Мне кажется, с туберозой это либо абсолютная любовь, либо ненависть. Мне очень нравится. Да. Ну, здесь она, здесь это, мне кажется, все-таки апельсиновый цвет и тубероза на подпепке. И аромат вне времени. Аромат вне времени. Он очень хороший. Я стану... Я снова стану его носить. Нет, я думаю, да, он стоит того. Вот я бы тоже с удовольствием бы даже его, думаю, приобрела, потому что у меня подобного аромата нет. Спасибо, Наташ. Я хочу начать с самого моего любимого аромата, который я почему-то перестала, наверное, уже года два даже, знаете, вот я этим ароматом не пользуюсь. Это Том Форд. Я его понюхала. Полит блонд. Вот такой хороший. Я блондинка. Вы знаете, это... Вот я вот не могу просто вам сказать, что я испытываю, когда я воняю этот аромат. Он для меня очень зимний, очень теплый. Вот знаете, когда вот говорят статусный, да, статусный аромат, и это даже, знаете, состояние души, я думаю, что гордость какая-то внутренняя, знаете, внутренней стержень у человека, у женщины, которая носит этот аромат. Очень часто я слышу вообще, что женские и мужские ароматы вообще не стоит даже разграничивать шибко, потому что зачастую мужчины забирают ароматы у женщины и носят их сами. и я, в принципе, отношусь к этому вполне спокойно. Вот этот аромат, этот аромат со стержнем, знаете, таким очень... Здесь есть ирис. Да, это ирисовый аромат, это немножко кожи. И здесь есть, ну, это два алла, здесь есть и фиалка, их полагают, фиалка и ирис. Но вот интересно, что ирис, да, ирис, он всегда дает такое ощущение стержня, он очень... Он спокойный, умиротворяющий в то же время, он с характером. Он достаточно жесткий. Да. Ну, есть, как бы, у нас есть цветок ирис, у нас есть корень ирис. И вот интересно то, что, вы знаете, я очень часто выбираю именно вот такие вот, такие вот ароматы, несмотря на то, что я, насколько знаю, я воспроизвожу впечатление достаточно мягкого человека. вот оно пошло, вот оно пошло, фиалковая пудра, вот, все. Да. Вот, и этот аромат очень мой, несмотря на то, что вы видите, что я, ну, бережно к нему отношусь. Это очень интересное сочетание. Ирис и фиалковая пудра. И я действительно его забыла. Я действительно его немножко забыла. Ну вот. Гармальный. Ну что? Так вот, я даже это думаю, что, Наташа, ты можешь взять. Мне нравится, что здесь нота ириса смягчается вот этой вот жалочкой. Хотелось бы узнать, если кто знает этот аромат, если вдруг вы где-то, это снятый аромат, то есть, если вы где-то слышали подобный аромат, напишите, пожалуйста, кто знаком, если можно приобрести что-то подобное, такое, похожее очень на этот аромат. Валит Блонд. Очень нравится. Сказывай. Правильно. Все, от этого оторваться не могу. Да, я очень его люблю. А ты у меня нюхала Молин Руж? Нет. А ты створишь the parfum? Вот мне кажется, он тебе вот где-то покажется похожим. Очень рад. В следующий раз понюхаешь. Дальше я вам покажу аромат, который Пока. 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 Пока.